Всем привет, с вами Леший, это канал Качи Жить. Чем заняться, когда бросил пить? Пропаганда спорта. Давайте об этом поговорим. Первым делом, когда человек бросает пить, ему нужно найти свое хобби. Я об этом не раз говорил и не раз еще буду говорить. Хобби это залог всего. Восвободится время, это время нужно будет чем-то занять. Какое хобби, я не знаю, хобби у всех может быть разным. Это не мне как бы придумывать для вас хобби, для всех людей, кто бросит пить, кто бросает пить. Нет, это каждый сам себе ищет хобби. Я просто сейчас расскажу, какие хобби у меня. Вот первое хобби это YouTube канал. Я о нем задумывался еще, когда я бухал. Я снимал видео уже, когда бухал я еще. Ну там такие медленные видео, очень медленно все говорю, очень долгие они. Я там еще такой пухляш. Ну, это было как бы начало положено было видео всем, которые сейчас я записываю. Потом второе хобби у меня, это спорт. Конечно же я занимаюсь спортом. Также я пишу книги, пишу стихи, пишу трех стихи, вот типа хоуку японского. Также я занимаюсь изучением английского языка. Я понимаю, что без практики его хрен выучишь. И что для того, чтобы хорошо владеть языком, нужна практика. Что надо, чтобы какой-то носитель языка с тобой общался. Ты с ним общался, коммуницировал. Ну, пока мне не так вам нужен английский. И для того уровня, как мне надо, я выучу. А больше пока я не стремлюсь никуда ехать, ни в какую англоговорящую страну. Поэтому мне хватит. Также хотел бы рассказать о будущем своих хобби, которые я планирую еще завести себе. Потому что без хобби человек завянет. Вот я планирую научиться играть на гитаре. Я в юности играл. Ну, бренчал что-то там, какие-то мелодии. Ну, во дворе, в дворах встречались молодежь. Все играли там. Ну, кто-то лучше играл, кто-то хуже. Я, конечно, брал гитару поиграть. Но особо я не гитарист. И девушки мне мелодии показывали, ноты я учил, пытался что-то... Ну, все это, конечно, вылетало в другое ухо. И все забылось. Но все равно чувство такт музыки, чувство музыки, слух музыкальный. Это все у меня осталось. Также мне нравится петь. Конечно, пою я ужасно, но я чувствую музыку. Я чувствую такт музыки. Я чувствую мелодию, ноты. Звучит музыка. Пусть голосу нет, но я буду развивать его. Но это позже. Сейчас пока не до этого. Сейчас у меня есть цели. Я учусь ходить на костылях. Это вот самая главная цель. Чтобы мне потом в дальнейшем ложиться в больницу на операции. На несколько операций. Ну, конечно, не за раз все. А поочередно. Мне надо научиться ходить на костылях. Это сейчас самая главная моя цель. И пока обо всех других хобби. Ну, а тех, которые сейчас пока не так важны. Мне нужно забыть. Вот, ведение канала я оставлю. Также буду учить английский. Ну, английский я по ветеранам учу. Когда уже все дела свои сделаю. Также спорт. Без спорта я не могу. Это ежедневно. Ну, сейчас я ежедневно стал заниматься по чуть-чуть. Но ежедневно. Когда бывает сплит у меня. Это три раза в неделю. Но я все равно. Такие дни, когда нет тренировки. Я не оставляю без тренировки свое тело. Пусть легкая кардио нагрузка. Но я даю. Все равно я тренируюсь. Потому, что я уже не могу без спорта. Спорта. Зачем заниматься спортом? Я делал ролик. Ну, там я как бы затрагивал тем про похудение. Что похудеть можно. Лишние килограммы они добьются. Уйдут. С помощью спорта. Но не только похудение. Это и молодость. И здоровье. И кожа потянется. Я раньше пытался зачем-то объяснить кому-то. Ну, знакомым, друзьям. Я лет в дискуссии разные. Пытался что-то спорить. Объяснять, что спорт это полезно. Но вот сейчас я понял, что это все в бестолку. Что это все не нужно совсем. Кому надо, тот будет заниматься спортом. Кому надо, тот узнает все его полезные свойства. А кому не надо, тот пусть дальше бухает, курит, отдыхает, лежа на диване. Если он считает, что так надо отдыхать. А я лучше позанимаюсь спортом. Также можно кататься на велосипеде. Отлично. Вообще это хобби. Это прекрасно. Это можно, ну, где кататься. Но это в отличие от, смотря где вы живете. Я живу около леса. Тут вообще вопросов нет, где кататься. Можно в лес поехать. Можно на ламбережную. Можно куда-нибудь в посадке. Если, конечно, вы живете где-то в Москве, там, в Питере. Не знаю, ну, какие-то парки. По-любому же есть. Кататься в парках можно. Где-то должны быть отведены места. Сейчас же делают и дороги для велосипедистов. Велосипед может заменить полностью машину. Это отличный вид транспорта. Вид транспорта, хобби. Велосипед это круто вообще. Если бы я мог кататься на велосипеде, если бы у меня вторая нога, возможно, надеюсь, я его когда-нибудь сделаю. И обязательно куплю себе велосипед. Пусть потихонечку, пусть сначала, да, они будут там быстро гонять. Но я буду ездить на нем. Машина, мне уже нахрен не нужна. Я вообще все, права я свои продлевать не буду. Пока они у меня еще действуют. Но когда выйдет срок, я их, даже я их не помню, куда я их убрал. Валяются где-то у меня. Машины, все, я... Машина, это забыто. Лучше доехать на такси, если нужно далеко. А если не далеко, то пешком, либо на велосипеде. Гораздо полезнее. Где заниматься спортом? Спортом, допустим, бодибилдингом. Я занимаюсь любительским бодибилдингом. Качаюсь, проще говоря. Качаться можно дома, можно в спортзале. Купить абонемент. Лучше, конечно, в спортзале. Купить абонемент в спортзал и ходить, заниматься, тренироваться. Там и компания, новые люди, новое общение. Ну, мне просто сейчас никак я не смогу в спортзал. Мне из подъезда-то выйти трудно. Одному я не могу один выйти вообще. У меня цель одному спуститься по лестнице и выходить на улицу, гулять. Одному. А пока цель эта не выполнена, я даже не думаю об этом. Чтобы заниматься в сзади. Я тренируюсь дома. У меня есть гантели. Я буду ещё покупать гантели. У меня есть брусик, карник. В принципе, у меня неплохо всё. Инвентарь. Конечно, можно и лучше, если есть деньги. Если позволяют. Конечно, можно и лучше, если позволяют средства. Ну, у меня что есть, то есть. Я буду ещё покупать по возможности. А пока мне хватает и этого. Также хобби. Можно играть на гитаре. Вот как я планирую в дальнейшем. Играть на гитаре. Завести свой YouTube канал. Либо Instagram выкладывать. Если, конечно, уже будет получаться. Своё творчество. Сейчас с YouTube можно творить. Это просто что-то невообразимое. Можно любое творчество в YouTube выкладывать. Или в Instagram. Ну, Instagram у нас запрещен на территории России. И поэтому YouTube, пожалуйста, можно выкладывать что угодно. Любое творчество. Можно рисовать, как художники говорят, писать картины. Пожалуйста, если есть талант, если есть предрасположенность, то развивайте, развивайте свой талант. Если в детстве что-то рисовали, что-то нравилось, если это, то почему бы и сейчас не продолжить. Это отличное хобби. И в дальнейшем оно может приносить доход. Ну, и, конечно, питание. Питание желательно, не желательно. Ну, и, конечно, питание. Питание должно быть правильным. Не надо всякий мусор есть. Всё убрать. Сахар мучной желательно всё это. Сахар убрать надо точно. Мучной желательно убрать. Конечно, не все смогут отказаться от хлеба. Но от сахара надо отказаться. Это совсем не полезный продукт. И он не нужен нашему мозгу, как уходит стереотип, что без сахара мозг вступит. Нет, даже гречка это тот же углевод. И всё равно мозг получит глюкозу. Даже гречка расщепится на частицы, даже гречка расщепится на глюкозу в итоге. И мозг получит свой сахар, так сказать. Он получит глюкозу. Это сахар есть в глюкозе. Поэтому лучше есть гречку. Ну, вообще, правильные продукты. Сейчас полно программ питания, полно разных учителей. Да и сейчас найти информацию какую-то не составляет труда. Сейчас есть YouTube, интернет. Пожалуйста, смотрите. Там всё есть про питание, и про правильное, и про неправильное. Про любое питание. Поэтому, если захотите правильно питаться, то это сделать можно без проблем. После того, как бросает человек, после того, как человек бросает пись, надо вести работу над собой. Иначе он загонит. Как завёл мой отец. Это был канал Хочу Жить. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, извините, пишите комментарии. Всем пока.